всем привет ребята я все еще готовлюсь к выборам как вы видите костюмчик прикупила ну а 100 под космокату не дали участвовать но мне кажется это было бы лучше для нас вариант ладно шутки в сторону цвет настроение синий и костюмчик и чай синий и мигающая лампа красная сейчас так что ж в первую очередь хочу сказать что ко мне приехал корейский коллаген это не реклама я купила коллаген сама хотелось бы чтобы кто-нибудь присылал и скорее прямиком в общем это корейский коллаген вот в таких стиках пока не пробовала только сегодня приехал так что если вам интересно буду делиться и рассказывать если что это мой запрещенный грамм где в stories делюсь всякими штучками которые мне интересны и которые могут полезно быть для вас а тот коллаген от эвалар который в виде мармеладок чего-то честно говоря я не заметила чтобы что-то изменилось кожа вроде сиять больше не начала без хайлайтера ноготки вот чуть-чуть стали крепче я гель сняла как вы видите и вот по тонкой ногтевой пластине можно сразу понять если какой-то результат или нет ну вот чуть-чуть есть на миллиметр отросли но и без дополнительного коллагена не тоже растут примерно также поэтому хз что ж у нас сегодня эдемов сад да опять будем скейтпоперами тусить ребята какие же они миленькие мне стали теперь на ю тубе вот эти шорты вылазить азиатскими мужчинами которых красят там у них линзы глазки накрашены но они выглядят настолько мужественно причем так красиво у них так еще лица суровые вот эти космы одеяние боже как это красиво ребята я просто не могу я тут залезла еще в игровую новеллу огненный цветок тиамат я сначала думаю блин все такие пестрые какие-то странные об этом прошла серии 10 и поняла что син просто в моем сердечке какая лапочка какой пупсик если парень помогает во всем сердце сразу открывается и думаешь ну все если человек помогает если делает все для того чтобы говорится ты была счастлива сразу сердечко начинает трепетать вас также в общем син пусечка лапочка душка наша героиня тоже красотка если вы проходили эту новеллу обязательно напишите в комментариях как она вам и какую ветку вы выбирали там есть еще другие герои но этот син просто что-то с чем-то он напоминает знаете всех вот этих корейских айдолов все вот это вот но он не просто красивый холодный а он еще участвует в твоей жизни помогает тебе ну и короче это очень мило давайте к нашим баранам вернемся я не про наших ребят я имею ввиду про эдемов сад в общем сегодня у нас следующая серия эдемов сад и пожалуйста ставьте пальчики наверх да и минуточка рекламы 13 января 2024 года пройдет форум в перми там правда осталось пару билетов но если вы в перми то можете успеть их взять либо взять билет на онлайн трансляцию с этого форума там будет много профессиональных спикеров куча подарков будет весело круто и точно полезно а цена на билет копеечная если что в прошлом видео я оставила все контакты под этим видео тоже оставлю контакт если что вот это лика который нужно писать по поводу мероприятия это магазин magic4u где вы можете заказать украшения ручной работы которые делаются специально под вас по вашей карте либо астрологический разбор что реально очень крутая вещь рекомендую я надеюсь новогоднее настроение у вас уже есть у меня нет его но я стараюсь создавать как могу ладно в общем давайте начинать tingle bells итак пока кот вылизывает себя и хорошо что вы этого не видите потому что это очень интимный процесс мы начнем пятую серию эдемов сад обратная сторона медали я так и не выбрала с кем мутить пока что потому что ни один из этих парней которые у нас есть пока не проявили себя настолько чтобы захотелось прямо становиться на комната одном поэтому давайте выбирать в этой серии глава 5 угнетение время перевалило за полночь на небе сгущались черные тучи еще чуть-чуть и ударит гром я успела добраться до дома прежде чем на землю упали первые капли дождя двери кухни были приоткрыты через небольшую щелочку пробивался тусклый свет я оставила сумки у входа и на носочках прошла вперед за кухонным островком неподвижно сидела йона вглядываясь в остатки еды обезжиренного йогурта от которого у нее сводила скулы она отодвинула его и положив руки на столешницу опустила на них голову не громко напевая куплеты песен слушайте мне йону даже немного жаль ну точнее я и сочувствую я понимаю вот ночью сейчас ночь до мы записываем с космокотом эту новеллу и ребят так жрать хочется просто пипец так хочется но надо понимать что после вообще после 20 метаболизм начинает чуть-чуть замедляться да но после 25 еще сильнее после 30 еще сильнее а там дальше вообще начинает тормозить короче если ночью жрать то естественно будет фигура не очень хорошая и каждый раз встает моральная дилемма потому что кот ест и не толстеет а если я на ночь ем но чувствую что чуть-чуть так прибавляется знаете вес на следующий день вот все время до во взрослой жизни приходится выбирать либо как следует пожрать либо это либо все-таки держать себя в руках и в форме чтобы смотреть на красивую фигуру что уж тут говорить про айдолов я тихонько подсела рядом йона не удивилась моему приходу я слышала как входная дверь открылась но подумала что-то не сильно обидишься если мы не пойдем тебя встречать все в порядке я не думал что вы будете ждать ты почему не спишь я бы очень хотела выспаться но меня мучает бессонница смешно на самом деле как только появляется возможность отдохнуть организм решает иначе а почему линзы еще не сняла глаза не болят не подумала даже спасибо что напомнила перед сном сниму я провела по ее плечу бережно ободряющие успокаивающие а где ария не выдержала и пошла в душ ария уже вернулась она внезапно подкралась со спины и прошла мимо оставляя за собой дорожку из мокрых следов и капель стекающих с кончиков волос взяла яблоко а следом и ножек чтобы очистить фрукт от кожуры я тоже так делаю слушайте ребята этому так прикольно то что они живут в одном доме я конечно не было трени и у меня такого опыта прям не было как у этих девчонок но когда мы ездили на дельфийские игры в тверь где мы как театральный коллектив принимали участие мы тоже жили все вместе и знаете это было прикольно пусть мало но прикольно потому что мы жили несколько дней пока выступали собственно и потом вернулись обратно по домам но это было так классно все время вместе и это реально очень сближает даже за несколько дней ты уже начинаешь ощущать себя так как будто бы это не какие-то чужие ребята с которыми ты просто работаешь поэтому мне кажется это отличная идея мы не могли нормально уснуть не дождавшись подробности со съемок а судя по твоему уставшему и разбитому состоянию он издевался над тобой да кто джин туйон кто же еще хрен в пальто блин кто или ты хочешь сказать что никаких проблем не возникло знаешь ну я чё-то не хочу им рассказывать они как-то странно на него реагируют я получила хороший опыт съемочная группа чуть с ума не сошла от количества правок что туйон давал весь день но им было важно угодить ему чтобы он остался значит слухи не врут но признаюсь я многое для себя почерпнула он действительно знает свою работу поэтому с ним и мечтают сотрудничать многие бренды я даже взяла себе на вооружение некоторые пункты дело осталось за малым добиться таких же высот чтобы их использовать так 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 неужели ты первая кто остался доволен работой с ним нет нет неужели он заинтересовался тобой вряд ли вы может заинтересовать что-то помимо работы нас связывают сугубо деловые отношения просто мне повезло и он и ария переглянулись даже не стараясь скрыть загадочных улыбок между ними вновь воцарилась гармония несмотря на накопленные обиды которые требовали обсуждения мы ненадолго их отпустили чтобы не накалять ситуацию внутри группы до камбэка нам предстояло во многом разобраться и у меня опять вопрос почему не сходить к психологу почему они все сами решают я конечно не секу в этой кухне корейской потому что у меня не было такого опыта но если брать опыт тот который у меня был этот который я знаю здесь в россии как происходит все-таки если есть какая-то группа и они типа метят в звезды или ими являются у них там дофига помощников почему они все делают сами можно вообще пойти на групповую психотерапию давить котик а вася вася что ты скажешь на этот счет спасибо за комментарий закончив обсуждение мы отправились спать и она оказалась права и я всю ночь мучилась от беспокойных снов а в чем я на право оказалось я крутилась под одеялом как волчок разбросав подушки в разные стороны не могла уснуть пока не вспомнила подарки которые сделали я сходила на кухню за блюдцем чтобы зажечь свечу скромное пламя дрожало от малейших колебаний воздуха отбрасывая теплый свет на ближайшую стену нежный воск плавился и таял под натиском огненного языка а все она уснула вместе со свечкой опасно опасно все таки когда первые лучи солнца пробились из-за шторы ударили в глаза я проснулась хорошенько потянулась даже не вспомнив о вчерашней усталости свеча за ночь полностью сгорела оставив после себя лишь тонкий шлейф благодаря свечей ли вы смогли выспаться и набраться силу да ребят точно так же действуют и свечи из magic for you даже лучше потому что их варит очень очень хороший человек хорошая девушка которая занимается гармонизации людей и пространство так что если что смотрите номер magic for you пишите туда все организуем как говорится все будет девочки готовые к утренней тренировке поторопили меня громким стуком в дверь я собрала сумку мы поехали в агентство как же я смущаюсь тренироваться когда вокруг столько людей брось мы же ненадолго а эти люди разве не звезды тоже там же в агентстве вряд ли какие-то левые бомжи ходят с непринужденной улыбкой и она подтолкнула ее к крематам а я остановилась на пороге обводя взглядом присутствующих снова он разве ты не любишь приходить сюда раньше всех а этот костейль что ли just do it на стене написано это что за реклама nike пальцы нервно сжались в кулак стоило вспомнить о последнем разговоре с мион и его реакции на вашу беседу он же не мог знать что у нас сегодня тренировка верно зачем я себя накручиваю я демонстративно игнорируя его присутствие спешно прошла к пиковой дорожке надеюсь и он сделает вид будто не заметил меня другие айдолы были рассеянны и по разным частям зала но заметив нашу группу оборачивались слухи и разговоры о саю не унимались и каждый раз виде меня они вспоминали сестру их отличало то что они предпочитали не растрачиваться на обсуждении вскоре возвращались к своим тренировкам но один человек чей недовольный взгляд прожигал меня с прихода и вел себя иначе костейль оставил гантели и ленивый походкой подобрался к пиковым дорожкам но зачем ты это делаешь он отдал предпочтение самому ближнему ко мне тренажеру осознанно оказывая давление я прикрыла глаза скрывая нарастающее раздражение слушайте он на нас виды имеет судя по всему ну чё он около нас ошивается то постоянно к смолчал не стал первым начинать разговор будто в жидая двери зала распахнулись и вошли участники группы хуево влюбле хочется сказать хуево ну блин что за название тупое xeva уже чон означает который легкими криками господи криками как чайки ребят просто как чайки поприветствовали присутствующих когда они проходили в отдельную тренировочную зону их провожали полными безграничного уважения взглядами обратив внимание на них я против своей воли посмотрела на касса ты целенаправленно стараешься быть ближе он удивленно вскинул брови так он этого и ждал конечно я просто решил завершить тренировку легким кардио но раз ты начала этот разговор костиель переключил скорость намеренно замедляясь я думал мы тогда все обсудили но мнение ты не изменила и переубедить тебя не получилось если ты амион то нет не получилось а я думал даже рассчитывал что мы с тобой сможем договориться жаль что ты решила выстроить стену то чё тебе надо то псих какую стену он остановился и спрыгнул с дорожки чтобы приблизиться ко мне облокотился на панель тренажера нарочно сбивая все выставленные настройки я резко соскочила касс значит придется действовать более радикально чтобы уберечь твою любопытную пятую точку тебе заняться нечем как же мы готовимся кто к шоу кстати ведущие очень ждут вашу группу интересно какие темы вы будете обсуждать кастель давай я тебя просто врежу ты достал меня уже давай без угроз не хочу тебя обижать но мне уже кажется что ты пытаешься нарваться на скандал неужели все что о тебе говорят в агентстве действительно правда только я вернулась группы как ты начал делать все возможное чтобы втянуть меня в какую-нибудь авантюру и разгневать наших фанатов костель отвел взгляд нервно щелкнув зубами не думал что и ты начнешь верить в это ребята костель сейчас ведет себя как базарная баба он реально этим и занимается он доводит людей пытается какой-то скандал начать в этом ты прикол что он реально такой человек все он и эту мион обнимал до понимая то что их могут сфотографировать нафига он сам лезет во все эти скандалы все кас ты бяка красивая мордашка но бяка знаешь луна и я не думал и даже не пытался стать твоим другом ну вот и иди в жопу но надеялся хотя бы на понимание да дерзости и резкости во мне столько что хватит на все агентство но я никогда не хотел тебя обидеть ну конечно не хотел но обидел костель сохранял суровое выражение лица но в глазах читалась настойчивая просьба отступить я не успела ответить так как нам неожиданно присоединились дин и сонхва только этого не хватало смахнув смахнув волосы с лица и широко улыбнувшись дин вальяжно встал впритык к стилю но тот даже глазом не моргнул дин как-то странно выглядит слишком женственном кости как рад тебя видеть ты уже видел что мы снова вырвались вперед а вы кажется остались на тех же местах по прослушиванием лин не сильно переживает из-за этого дин скорчил жалобную гримасу а кости лишь усмехнулся у вас все нормально конечно мы же просто общаемся друг сонхва поежился когда касса насмешкой сделал акцент на обременительной для них обоих игре напомнить что мы в зале не одни каждый может слышать и уж тем более видеть вас двоих неужели так переживая что она скажут мы же даже не притронулись друг другу да луна я растерянно уставилась на сонхва и он уловил напряжение в моих глазах если честно друг меня не волнует что думают и говорят о тебе но я бы не хотел чтобы ты втягивал ее в свои авантюры кажется ты запамятовал но мион едва пришла в себя после случившегося что уж говорить о самом агентстве кастель который до этого момента наигранно улыбался этой постановочной сцене вдруг резко обернулся к сонхва дина близнув губ жадно наблюдал за происходящим арии иона заметили собравшуюся компанию тренажеров но не успели вскочить с мест как их остановил у джин я натянула улыбку и звонко рассмеялась как бы невзначай отвлекая на себя внимание от парней айдолы которые обернулись на наш разговор расслабились и возвратились к своим тренировкам сонхва зачем все усложнять не вмешивайся и я могу за себя постоять но я могу наверно я понимаю что не стоит провоцировать слухи тем более в агентстве и благодарна тебе за напоминание и поддержку еще тогда на вечеринке но меня не надо оберегать я должна думать своей головой ваши слова успокоили сонхва тем более мы не ругаемся а всего лишь общаемся но это сложно назвать общением потому что она какое-то колкое какое-то холодное как будто ты трешься о каменистую поверхность которая царапает тебе кожу вот из этой серии а должно быть так как будто ты обнимаешь пушистое одеяло или целуешь котика ну как то вот такое общение более приятное да сонхва не поверил ведь меня предательски выдало тело пальцы одной руки вцепились запястье другой грудь судорожно вздымала щеки всполыхнули огнем общайтесь мне кажется я заметил совсем другое может ты заметил то что сам хотел увидеть они просто нашли очередной повод для стычки жаль что причиной выставили именно меня ну кстати да как говорится было бы желание а повод найдется дин а что дин лидер стоит напротив к нему и обращайся вообще молодец ему пофиг наш разговор прервал властный холодный голос который раздался из-за спины костель в дверном проеме застыл запыхавшийся лин в сопровождении своего менеджера однако костель не повернулся на его зов господин вон я нашел его господин вон его глаза широко распахнулись он медленно обернулся не смело поднимая голову навстречу мужчине так а что это у нас господин вон такой хуй за не знаю кто это ребята я не помню честно он у нас был уже уф кажется у кого-то проблемы алин поманил костели пальцем и тот покорно пошел к нему покидая зал вот что бывает когда создаешь вокруг себя проблемы дин засранец зачем вы вмешались луна мы не желали тебе зла а я говорил что она не оценит жеста доброй воли санхва фыркнул ладина отчего тот поднял руки признавая поражение и отступил на пару шагов так подождите а я что должна делать так я пошла за костелем или я осталась в зале давайте сходим линк и стейли менеджер уже скрылись за дверью встревать в диалог и попытаться защитить касса от возможных нападок его лидера было бы ошибкой но я хотела убедиться что он не понесет наказание почему я переживаю за того кто пытается меня шантажировать и вынуждает не расспрашивать о саю не знаю ребята у меня вот есть какое-то подозрение что если они были родственной душой саю то может быть в есть что-то хорошее но сестра то не была какой-то плохой правильно то есть что-то да вот их связывали близкие отношения саю не доверяла ему ребята я не успела прочитать диалог у меня в голове то же самое пронеслось но серьезно да скоро вернусь один сравнялся с лидером и закинул руку ему на плечо пока санхва смотрел мне вслед ты только посмотри как они возятся друг с другом сначала саю попала под чарой этого искусителя теперь луна аж страшно представить что может ждать ее будущем если она продолжит сближаться с ним согласен нельзя допустить чтобы история повторилась что-то там было да вот вот это интересно узнать очень интересно но мы вряд ли это узнаем конечно в ближайших сериях я пряталась за стеной периодически выглядывая из нее ребята если вы слышите звуки облизывания то это код если что он просто стоит рядом и лежит лапу они молча шли вперед пока не встретились каем лин будто не выдержав резко остановил костейли в центре коридора ты долго будешь издеваться надо мной взгляд ли на сверкал от гнева но то он оставался сдержанным почему я как лидер не могу контролировать твое поведение вау ребята чё чё произошло кажется я снова разозлил ли на алин повел плечами и стиснув зубы тяжело вздохнул ты не понимаешь касс я просил тебя держаться от нее подальше мы только недавно урегулировали скандал с твоей подружкой мион как ты снова нарываешься тебе напомнить что как раз луна и сон хва успокоили фанатов а вовсе не ты постой это тесно с ней общаешься кай удивился но не стал ругать его линжи опустил руки не найдя в себе сил продолжить спор смак на а почему его каем называют кастель он же касс я тогда ничего не сказал и дал согласие чтобы вы поддерживали образа друзей между группами но о личных отношениях речи не шло вы думаете нас связывает что-то большее а разве нет обычно ты не общаешься с кем-то по душам взгляни на себя только и делай что вертишься вокруг неё я не понимаю ты так привязался к саюн что теперь позарился на ее сестру чтобы сохранить хоть какое-то напоминание о ней менеджер задумчиво почесал подбородок какая смирила лидера пронзительным взглядом лин я всегда уважал тебя но ты переступаешь грань прекрасно знаешь что саюн была мне близким другом не более а значит в ее сестре ты тоже ищешь близкого друга или что-то поинтереснее тебя это не касается о какие горячие споры надо же разве твои любовные похождения не тронут нас всех вообще у меня вопрос какие нахер любовные похождения ребят вот давайте оставим все эти сказки про кей-поп этих артистов у которых замечательная бурная личная жизнь у них нет блин времени на это я вам скажу даже у людей которые не являются звездами а просто работают в этой индустрии очень мало времени блин на личную жизнь я вам откровенно могу сказать что когда ты занимаешься съемками репетициями и так далее они у тебя с утра до ночи у тебя блин просто не остается сил желание и времени ни на что кроме как поспать отдохнуть и ничего не делать понимаете потому что ты изматываешь себя физическими тренировками ты постоянно сосредоточен и в какие-то моменты ты просто думаешь что сейчас нафиг потеряешь сознание но по крайней мере у меня на на работе раньше такое бывало что я прям ну чуть ли не в предобморочном состоянии уже была потому что забываешь поесть очень много сил и энергии тратишь и да это выматывает при этом я не была кей-поп звездой не на серьезно ребят я не понимаю что за бред у них нет на это времени почему во всех историях про кей-поп айдолов начинают сочинять какую-то фигню что типа они там где-то с кем-то что-то успевают мутить и так далее мало работают значит когда им успевать то если они пашут как лошади они нелюбовные и я не могу смотреть как член моей группы вьется вокруг какой-то девушки как песик возле хозяйки лин спокойней алина намеренно упрекнул кастель и чтобы разозлить но тут уверенно сдержался под натиском лидера не смея сорваться в ответ на его нападки господин вон который должен был пресечь любые разногласия молча наблюдал и вообще складывалось впечатление что всем пофиг я твой лидер касс и если правда тебя расстраивает то имей смелость что-то исправить пока не стало слишком поздно господин вон тут встрял скажи мне зачем она нужна тебе я уверен ты не просто так возишься с ней и на это есть причины кастель молча уставился в потолок ты же не хочешь чтобы я сам начал разбираться с этой проблемой кто такой господин вон могут подписывать хотя бы а то я забываю кто из них кто у меня не такая шикарная память чтобы всех помнить нет 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 не рассказываем о сестре не говоря о том что я что-то ищу господин вон устало вздохнул и вынул телефон из кармана погодите я бесшумно впечаталась в стену исползла по ней вниз зажала рот рукой едва не выргавшись а вы правы я совершаю необдуманные поступки я все смотрю на его глаза и никак не могу понять почему они у него не карие он носит линзы как бы или что просто среди корейцев мне кажется нет людей у которых прям врожденные голубые глаза откуда если у них по роту идет черноглазости черноволосость и бледно-желтая кожисть вы правы я совершаю необдуманные поступки мне просто хотелось наладить контакт с лидером и группы виде какой ажиотаж они устроили мне хватает того что x его нас обгоняют а если еще и они класс ты что действительно так беспокоишься то мы же вырвемся вперед а чего костель напрягся да беспокоюсь меня прикрыла глаза облегченно выдыхая спасибо ну было бы странно если пкас как сплетница начал рассказывать что типа вот эта девочка ищет почему погибла саю на я не хочу ей рассказывать что мы делали чем мы занимались костель я недавно связывался с твоим отцом бледное лицо касса неожиданно побагровела он перевел деньги на дополнительную раскрутку и выразил крайне недовольство последним скандалом а то есть у него богатый папочку так ребята касса берем если что он из обеспеченной семьи пашет как лошадь в принципе сойдет он разочарован вы узнали кое-что личное как кости или то что у него богатый папа костель спрятал руки за спину крепко сжимая запястья до белых отметин очень жаль что подвел папочку делаешь вид будто тебе все равно если он узнает об очередном скандале больше не станет тебя спасать ты не только подведешь нашу группу а разрушить собственную жизнь кай дернул ли на за рукав рубашки чтобы хоть немного усмирить его пыл родители тебе не помогут лишь отвернуться какой молодец да как у него совести хватает говорить такое дает называется одна группа ребят я услышал это все лин молча развернулся и направился к кабинету вона на сегодня да но если снова произойдет что-то подобное нам придется разговаривать по-другому он его и забьет в общем все разошлись но а мы сдерживались чтобы не сорваться с места и не напрыгнуть на него кости или направился в мою сторону но я успела спрятаться за стеной он остановился как раз за углом который находился в слепой зоне камер нас отделял лишь шаг друг от друга но кости или не знал что я совсем близко раздался хриплый смех наполненный болью обиды и отчаянию у кости или просто шиза все в порядке он нервно сжал волосы на затылке и тихо простонал привалившись спиной к стене каст стиснул ладони в кулаки и приставил их к рту ой блин как ему плохо все будет хорошо ты справишься против моей воли рука потянулась вперед и случайно дотронулась до его предплечье в любим представляю чувак стоит один а тут кто-то трогает его ребят ну так можно это напугать человека до сердечного приступа лучше не надо кастель сдрогнул и отскочив взглянул за стену луна что ты здесь забыла он не должен знать что я тут уже давно я шла к госпоже пак и увидела тебя одного разве ты не должен быть с группой должен скоро догоню их в его глазах промелькнул страх быть замеченным прости я не могу оставаться здесь я едва коснулась его мизинца прежде чем он ушел зачем одно неловкое прикосновение заставило кастеля замереть он в недоумении опустил взгляд на наши руки извини если лен злится на тебя я не хотела создавать тебе проблем я обхватила его ладони не сразу почувствовала как наши пальцы степились замок опрометчивый поступок однако сердце противилось бросать к стеля в такой момент но ты не создаешь проблемы хоть я и считаю тебя маленькой неприятностью лин не разозлиться как и я не смогу долго злиться на твою прямость возвращайся скорее в зал а за меня не беспокойся кастель с грустной улыбкой взглянул на мою руку которая безвольно повисла отпустив его вы успокоили сердце и душу кастеля это помогло ему увидеть вас нечто большее я оставила его в одиночестве как и его группа и он остался просто один в коридоре хорошо спасибо очень интересно давайте дальше где там наш следующий претендент в общем мы вернулись спортзал just do it луна можешь уделить мне пару минут так претендент номер два сон хван ты только что отругал кастеля за то что он был рядом и говорил со мной а теперь сам просишь о том же прости но сейчас неподходящее время я рассчитывала продолжить тренировку как вдруг сон хвать тихо промолвил это касается кастеля твоей сестры господи они нами манипулируют эти парни просто они знают что нам нужно и они манипулируют нами в ушах раздался неприятный звон из-за которого прочий шум заглушился надоели эти загадки они все используют сестру чтобы манипулировать мной да я читаю мысли луны прям видят как я пытаюсь зацепиться хоть за что-то лишь бы узнать правду тебе что-то известно да именно поэтому я пытаюсь оградить тебя от него сон хва клянусь если это очередные игры между вами то я ты думаешь я стал бы использовать твою сестру чтобы насолить кастелью да откуда я знаю мне казалось что это может показаться безосновательными обвинениями но за несколько недель до трагедии я видел союн с продюсером господином кимом они говорили а потом союн перешла на повышенный тон начала ругаться я не понял о чем идет речь ведь он резко взял ее под локоть и потянул за собой в кабинет совсем скоро она вышла оттуда но скрыла свое лицо под маской я хотел пойти за ней но заметил как следом в кабинет зашел кастель прежде оглянувшись по сторонам неизвестно сколько он там пробовал я и не думал как-то связывать эти случаи но если бы не заметил как он ошивается вокруг тебя так же как и саюн только с тобой он ведет себя более резко и неподобающе ага то есть они и сюсюкались а со мной он рычит понятно все я сосредоточилась на его голосе пытаясь усвоить информацию но это всего лишь слухи в ее смерти не мог быть замешан продюсер ну конечно вряд ли он пошел убил ее что ли но это глупо и человек которого она считала своим другом или может чем-то большим не способен плохо поступить с ней ради собственных амбиций давайте поделимся чувствами сонфа заметил что многие тайком наблюдают за нами хоть и стараются делать вид будто заняты своими делами алона подойди ко мне я при всех тебя просто засосу он легонько дотронулся до моего плеча обжигающим касанием двигаясь вниз к кисти взяв за руку повел за угол который скрыл нас от любопытных глаз когда мы условно остались наедине ну да все увидели что мы пошли за угол вдвоем вообще гениальный ход просто молодец вышли бы хотя бы я не словно остались наедине я не смогла сохранить привычное спокойствие такое чувство будто все пытаются надавить на больное чтобы я сорвалась и подвела свою группу он выпрямился с достоинством соблюдая определенную дистанцию к стиль хоть и ведет себя неправильно но защищает то есть я не знаю он тоже как и ты чем-то обеспокоен даже ли я с которой я практически не знакома пытается уберечь меня от я оборвалась на полусловие вспоминая что речь шла о кости или и сонхва и кому мне теперь верить от кого не важно единственное что я хочу узнать почему она так поступила почему саюн не раздумывая оставила меня наших родителей своих друзей кто-то же должен знать причину я отвернулась намеренно прячу минутную слабость но вместо того чтобы выяснить правду я сталкиваюсь какими-то предостережениями и сама того не желая становлюсь инициатором скандалов и слухов ты ведь тоже слышал что обо мне говорят в агентстве правда слышал он ограничился кратким ответом и меня это разозлило в прошлом я была другой не срывалась не позволяла лезть в душу не показывала уязвимость но теперь теперь все теперь сорвалась не вини себя луна я бы поступал точно также на твоем месте никто из агентства не может отпустить случившееся саюн все задаются вопросами по сей день но мы стараемся жить дальше потому что должны но с тобой все иначе к чему ты клонишь я вырос в большой семье в окружении братьев и сестер и признаюсь не сталкивался с любовью сильнее чем к ним моим родным думаю ты тоже поэтому ты не можешь позволить себе остановиться пока не добьешься правды он потянулся ко мне но стоило мне сдрогнуть от близости резко отстранился многие из нас устали от ограничений мы не можем себе позволить даже личные разговоры внутри агентства и тем более за его пределами все ради того чтобы не угодить скандал лишаем себя стольких возможностей и эмоций но это все ради славы и денег ради успеха вот как бы вы продаете свое время на этом мы встретились с ним взглядами и я поторопилась отвести глаза пока сунхва продолжал смотреть твердо но с неприкрытой грустью блин ребят ну вот подумайте насколько тяжела жизнь этих кейпоперов их же ненавидит фанаты когда они с кем-то встречаются я посмотрела некоторые видео на ютубе реально фанаты начинают просто ненавидеть звезду которую раньше любили если там человек с кем-то начинает встречаться то есть фанаты хотят чтобы их этот кейпоп артист либо встречался с тем с кем они скажут либо не с кем чтобы он типа был всегда свободен знаете чтобы они могли себе фантазировать что когда-нибудь они будут вместе и все дела да и если это суперзвезда с кем-то уже женится то ты думаешь блин козел больше не пойду до его концерта но это же несправедливо дурдум какой-то так он не совершит такую оплошность оплошность неужели дружеская поддержка считается ошибкой ты права я не должен был вмешиваться ваш разговор в очередной раз но прошу будь аккуратней иначе есть шанс угодить в такой же скандал что и умеен только тебе будет гораздо сложнее исправить ситуацию убедить фанатов своей непричастности из-за саюн да буду иметь ввиду спасибо что выслушал и сунхва можно это останется между нами это будет нашим вторым маленьким секретом сунхваток узнать милый пушистый котенок если к стиль плохишь сунхва милый пушистый котенок а этот как его джин туйон вообще фиг знает кто он так вторая половина июня спасибо что сказали это было важно я вообще не помню какая была часть июня или другого месяца всей предыдущей серии время так скоротечно что мы не сразу заметили как вышел тизер рекламы с туйоном пока он не собрал за сутки много восторженных отзывов так а нам покажут его или нет поклонники господина джина восхищались образом своего кумира фанаты группы были поражены непривычным дуэтом а та часть что не была знакома с нашим творчеством мгновенно взялась за прослушивание старых альбомов обсуждение тизера молниеносно разлетелись по всем социальным сетям связи с резким наплывом новых фанатов господин ким пригласил меня на личную встречу в сопровождении госпожи пак таким это кто это директор что ли я серьезно не могу вспомнить ты ой господи какая красота вы посмотрите какая прелесть нет это это нет это все не то вот это вы это просто блин какая лапуся она такая прикольная я бы сама такое носила ой белоснежные волосы алисий хвост так слишком черная мне вот это нравится слушайте белый цвет прикольный но прям выглядит как настолько искусственно а черный цвет слишком черный этот как-то ну да все такое чувство будто все кей-попу артистки примерно так и выглядит поэтому давайте лучше вот такое я расположилась на стуле невольно сунув руки под стол и сжав коленки смутилась что ария и иона в очередной раз отсутствовали на обсуждениях продюсер также поступал когда была жива саюн ему был важнее разговор с лидером нежели чем со всеми участниками группы господин ким наконец отвлекся отдел и радостно хлопнул в ладоши не скрывая довольной ухмылки этот чувак был в разговоре или нет или там был господин вон я уже забыла вы прикиньте вот почему-то эти продюсеры или кто они там лидеры нет не лидеры директора групп не знаю кто эти дяди но в общем а я не могу запомнить все у меня память выборочно работает это очень странно ну ладно я ожидал что сотрудничество самим господином джином поможет нам напомнить о вашей группе но не думал что вы вызовете такой ажиотаж вы правы господин ким все только говорят об их камбэке реклама подняла интерес аудитории по меньшей мере в три раза я ответила вежливой улыбкой господин ким разлил воду по стаканам путь высокой популярности ну все мы молодцы вообще я рад что несмотря на то что в рекламе принимала участие ты одна внимание уделяется всей группе песни с вашего старого альбома вновь заняли позиции среди самых прослушиваемых треков недели и твой образ теперь ассоциируется с новым продуктом от бренда чале ур мы постепенно но очень успешно вырываемся вперед увы только от негатива тоже никуда не деться но разве нам важны плохие комментарии когда мы сделали столько продаж не зря я верил что вы вернете былую славу несмотря на господин ким осёкся мы постараемся сделать все возможное чтобы вернуть их на прежние позиции мне не нужны прежние мне нужно еще выше во всяком случае радует тот факт что они на слуху и мы будем это поддерживать вы правы госпожа пак мало того вы уже отлично постарались договорившись с ним и его менеджером об участии в съемках простите о чем речь луна мы не просто так пригласили тебя сегодня у нас есть важная новость госпожа пак убедила джентуёна рассмотреть тебя на роль в романтической дораме о боже ребята ура ура хочу я так радуюсь вы знаете в какой-то момент я хоть играю не в яр очках ну знаете как бывает в ярочках когда играешь у тебя немножко смещается реальность я смотрю тупо в монитор но у меня такое ощущение как будто будто я начинаю играть в дораме как будто я актриса дорамы понимаете как будто я играю в дораме чё за бред блин вообще дичь вас тоже такое ли это у меня уже все крышняк поехал так естественно после камбэка а на какую роль можно узнать на какую роль мне нравится твой боевой настрой это еще обсуждается но на главную роль уже утвердили другую актрису более опытную блин ну ладно ну хотя бы роль второго плана это неважно достаточно того чтобы луна занимала место в списке ключевых персонажей не переживай а раньше времени учитывая что тебе не придется играть главную героиню съемки будут занимать не так много времени да лучше уж главную играть все равно дофига времени съемки занимают надеюсь блин давайте быстрее на съемки какая прелесть в момент самых жарких обсуждений телефон госпожи пак затрезвонил так если я сейчас не воспользуюсь шансом то вряд ли потом появится другая возможность господин ким прошу прощения что вновь отвлекая вас неформальным разговором сегодня прекрасный день поэтому я рад тебя выслушать что-то беспокоит на самом деле да я помню что вы против любых разговоров о саю но могу ли я задать последний вопрос господин ким откинулся на спинку стула последний и успокоишься я молча кивнула перед трагедией сай он рассказывала что общалась с вами но была тогда сильно огорченной можете рассказать о чем вы говорили господин ким озадаченно сдвинул брови а это она так сказала серьезное выражение лица неожиданно сменилось глумливой улыбкой кажется я вспомнил твоя сестра всего лишь была обеспокоена вашей нагрузкой она настолько разозлилась что не сумела сдержать эмоции в агентстве я успокоил ее и пообещал пересмотреть график скорее всего она вернулась расстроена и так и не поверила моим словам сай он рассчитывала что я в ту же минуту все исправлю из-за графика да больше мы ни о чем не говорили а вам не показалось что она изменилась говорила и выглядела совсем иначе луна это уже второй вопрос ты обещала это просьба луна без уговоров и просьбе я и так пошел тебе навстречу мне очень жаль что сайюн сейчас нет с нами но надо жить дальше а не оставаться прошлым но прошлое на то и существует чтобы мы о нем помнили вот именно чтобы помнить а не жить им блин ну он прав конечно но с другой стороны это реально странно странно когда ты с человеком как бы почти одно целое близнецы да и вдруг человек берет и типа выбрасывает там из окна или сжигается или еще что она там сделала непонятно но это это странно конечно возникают вопросы типа с чего вдруг госпожа пак вернулась в кабинет и застыла в дверях обратив внимание на резко обрывавшийся диалог ну в общем это все встреча закончилась госпожа пак прошла в глубь комнаты указывая нетерпеливым жестом на диван а почему у нее в комнате такой приглушенный свет как будто у нас романтическая сцена а что-то случилось есть несколько моментов которые я бы хотела обсудить с тобой лично думаю ты в курсе что в агентстве о тебе ходят слухи конкретнее что ты задаешь вопросы о сестре и прочее знаю но предполагала что это обсуждалось среди айдолов а до вас не дошло многие до сих пор переживают но стараются отпустить ситуацию а ты им напоминаешь я не хочу идти на радикальные меры радикальные она нас убьет что ли подробности оставлю при себе но поверь они тебя точно не обрадуют ей сделают лоботомию что за радикальные меры то прошу держи себя в руках в твоей голове сейчас должна быть мысль только о вашем камбеке я виновата я попробую развеять слухи я не могу блин я не могу молчать это моя сестра поверьте я не хочу провоцировать скандалы распускать слухи тем более запугивать айдолов просто задаю ненавязчивые вопросы они разносят их по всему агентству значит пора прекратить какие бы отношения вас не связывали сама видишь последствия другим айдолам нельзя доверять это все что вы хотели обсудить нет есть кое-что еще танцор из рк 3 действительно может похвастаться своей красотой и харизмой но это не тот человек с которым стоит сближаться ты понимаешь о чем я нет трудом если честно кастель и без а а почему он называет его танцором он не певец что ли он просто танцует или что кастель и без того часто становится инициатором скандалов ему ничего не стоит провернуть с тобой то же самое что и смеен а также саюн но там они легко отделались ведь были любимчиками большинства подумай над тем что тебе стоит ограничить общение с ним ах если бы это было так просто я заметила ты поладила с лидером группы х икс ева поладила я бы сказала что мы неплохо общаемся когда наши пути пересекаются интересно они занимают первые места в чартах любимцы публики с ними определенно есть что обсудить но знаешь в чем проблема луна если их фанаты узнают о вашем общении ты понимаешь что случится скандал похлеще того что был с кастелем и мион поэтому хорошенько обдумывай каждое слово рядом с ним кстати я видела ваше общее фото в доме у рк3 фанаты ликуют что группы из одного агентства связывает такая крепкая дружба но у меня вопрос а что там забыла ли я она в хороших отношениях с рк3 и как раз у них там довелось познакомиться лично ко всему прочему ли я поддерживала меня после трагедии вот почему по фото кажется что вы знакомы гораздо дольше будь аккуратней с вашей дружбой опять на что это она намекает почему все нам указывают что делать будь аккуратней никому не доверяй просто блин живешь в каком-то как будто волчьем собачьем логове где тебя все покусают все тебя сгрызть готовы ну как так есть там хорошие люди или нет ты знаешь как в сетях обсуждают вашу пару с господином джином видела но таких комментариев не так много ведь все его любят настолько что не видят в отношениях с кем-то тем не менее между вами присутствует химия на обложке на самой съемке ощущалось еще тогда на выставке джин туйон ответственный и воспитанный и очень приятный мужчина надеюсь ваши рабочие отношения станут поистине крепкими а я тоже на это надеюсь последнее что я хочу сказать а точнее показать слушайте секунду у меня возникла мысль может быть они запрещают айдолам из одного агентства тусоваться друг с другом еще по той причине что им это просто не выгодно ну типа вот с джин туйоном выгодно общаться потому что он нас продвигает и соответственно продвигает агентство а с этими всякими костелями сон хва это типа не те птицы птицы не того полета понимаете слишком мелкий для нас ну может быть такое госпожа пак разблокировала телефон и передала мне после непродолжительной загрузки на экране высветилась прямая трансляция с концертах его камера медленно отдалилась от ребят демонстрируя количество поклонников в руках каждого горел лайтстик что такое лайтстик лайтстик блин я себя чувствую древним мамонтом что такое лайтстик они пританцовывая пытались поднять их как можно выше какая-то светящаяся а вот концертный световой аксессуар который фанаты фанаты машут короче понятно а я поняла я думала просто световая палка называется это лайтстик билеты на их концерт раскупили буквально за 30 минут наша цель составить им конкуренцию ведь ни одной женской группе не удавалось приблизиться к похожей статистике пока госпожа пак размышляла о планах нашей группы я наблюдала за эфиром в сон хва улыбаясь своим поклонникам приложила руку к груди поблагодарив их за присутствие первые ряды тянулись к своему кумиру они готовы были на все чтобы быть замеченными айдолами и чем-то выделиться на фоне сотен таких же мечтателей я не могла отвести глаз от сон хва конечно на остальных пофиг вообще кто такие остальные я их не помню уже как они выглядят говорю у меня память как у ну не как у рыбки но такая избирательная я помню основные моменты так обычно собранные волосы наконец были распущены и красиво уложены взгляд полный любви устремлялся на долпу фанатов сон хва оставался рядом с другими участниками группы не выпячиваясь и не смея оставить их без присмотра даже сейчас на сцене истинный лидер вы очарованы сон хва ну вообще я очарована всеми кто хорошо и классно работают из корейских чуваков я очарована лидонуком вот лидонук крутой мужик ему 42 года но он выглядит просто потрясающе он ну это же это девятихвостый лист лист кленовый девятихвостый лис вот блин я как пьяная это все ночь им вдохновлялись не только за нежную утонченную внешность не только за милое невинное общение на интервью и заботливое отношение к команде его любили за невероятный голос который был способен затмить другие казалось он был рожден для того чтобы стать айдолом я бы продолжила наблюдать за их концертом но меня отвлекло короткое уведомление всплывшее вверху экрана телефон госпожи пак был в беззвучном режиме поэтому она не заметила и продолжила заниматься бумагами отправителем оказался неизвестный номер я бы пропустила сообщение но речь идет о лидере группу которую вы я осторожно взглянула на госпожу пак которая сосредоточенно занималась документами я не я не должна читать но я прочту конечно это же про нас госпожа пак могу ли я перекинуть ссылку прямой трансляции себе может успею показать девочкам да не спрашивай внутри все замерло словно покрылись толстым слоем льда ой и мне стало прям сыкотно невольно вспомнила арию ее слова о личных границах и пространстве она так усердно пыталась донести свою мысль остальным участницам в надежде что мы послушаемся а я вот бессовестно полезла в телефон менеджера добрый день госпожа пак могу ли я побеспокоить вас по одному вопросу здравствуйте господин вон сейчас нет свободного времени для разговора произошло что-то серьезное менеджер Кастиэля речь идет о лидере группу которую вы ведете я беспокоюсь за стабильность нашей компании и за ее психику не желаю повторения тех же ошибок что были допущены с госпожой саюн надеюсь что я ошибаюсь но мне кажется будто сценарий повторяется будьте добры выделите мне время на этой неделе я бы не хотела обсуждать эту тему в личной переписке сами понимаете когда я прочла переписку мои руки покрылись мурашками что там было ребята что это так почистив за собой следы я быстро перекинула себе ссылку на эфир и сблокировав экран вернула телефон госпожа пак все в порядке ты как-то изменилась в лице всего лишь нервы от предстоящего камбэка сами понимаете конкуренция и все такое прости что заставляю тебя лишний раз беспокоиться но как лидер группы ты обязана знать о всех деталях подводных камнях больше не буду тебя мучить скоро начнет темнеть вы отлично постарались можете идти домой чтобы хорошенько выспаться я не обещаю но сделаю все возможное чтобы выделить вам пару выходных в течение этого месяца идет благодарю госпожа пак пару выходных за месяц ребята просто подумайте вдумайтесь в это вам лень десять минут уделить там на зарядку или йогу ну полчасика на йогу в день а эти ребята хератят с утра до ночи вот такие дела когда багровое палящее солнце ушло за горизонт и наступил вечер мы с девочками сели в гостиной чтобы посмотреть телек йона выбрала дораму с участием джин ту йону даааааа давай посмотрим поначалу ария не была в восторге хотя ее немного заинтересовал краткий сюжет который показался не банальным для указанного жанра но все же она заранее запаслась хоррор комиксами из своей коллекции если вдруг заскучает. Перед просмотром я занялась приготовлением закусок. Заварила цветочный чай для девочек, а для себя охладила банановое молоко. Вернувшись с тяжелым подносом в руках, я остановилась посреди комнаты, заметив, как Йона и Ария бросают на меня испуганные взгляды. Вы будто призрака увидели. Что случилось? Луна, ты только не переживай, ладно? А что случилось? Дженту Йон поцеловал кого-то в дараме? Смотрите, портрет висит на стене, какая прелесть. Когда успели нарисовать? Ария не смело протянула мне телефон. Я взяла его. На экране всплыла огромная стена текста. Заголовки новостей указывали на неожиданный прилив славы нашей группы, а в обсуждениях разгорелся нешуточный скандал. Да чё опять? Многие твердили, что я намеренно затмила Йону и Арию, ведь в прошлом всегда оставалась на заднем плане и со смертью сестры обрела то, чего так страстно желала. Люди, которым предназначались строки из наших песен, люди, ради которых мы работали сутками напролет, рассыпались в обвинениях и оскорблениях, уверяя, что я умело пользовалась трагедией и только рада смерти Саюн. Луна, помни о том, что такие люди, как эти, всегда были, есть и будут. Да, они могут говорить отвратительные вещи, но это не значит, что они правы. Нарастающий в ушах шум заглушал собой все голоса. Ну, блин, это обидно. Ну, просто вы подумайте, вы трагедию переживаете, а на вас люди наезжают и говорят, ха, да ты просто рад этому, вообще бред какой. Но я не собираюсь реагировать. Я закрыла вкладку, ну, а что делать? Типа, ругаться с ними? Писать комментарии, типа, это все неправда? Ну, это бред, люди, если уж думают что-то плохое, ну, ну, и что делать теперь? Я закрыла вкладку и вернула Арие телефон. Если я отреагирую, то меня станут обсуждать еще больше, а мне это не нужно. И вас тоже попрошу никак не высказываться по этому поводу, ладно? Хорошо. Хорошо, но ты точно в порядке? Хочешь, обсудим это? Нет, просто вспомнила период после смерти Сайон. Люди точно так же высказывались. Возможно, мне понадобится время, чтобы не воспринимать их слова всерьез. И опять же вопрос, где психолог? Где ей, вот, ей не просто психолог, ей психиатр нужен, серьезно. Антидепрессанты, психиатры, вот эта вот вся история. Йона и Ария устроились на диване, приглашая меня присоединиться. Знаете, я лучше приму в ванну и лягу спать. Луна, мы не хотим портить тебе вечер. Но лучше, что ты узнала сейчас и от нас, чем от кого-то другого. Я не обижаюсь, честно. Просто очень устала за сегодня и хочется отдохнуть. Посмотрите без меня, а потом расскажете, какой ты и он в деле. Выскользнув из гостиной, я отправилась на второй этаж. От времени, проведенного в горячей ванне, кожа стала морщиться, поэтому пришлось уйти к себе в комнату. Но сон испарился окончательно, когда руки сами схватились за телефон, чтобы найти ту новость и пролистать обновленные комментарии. Ресницы задрожали от слов, которые написали люди, некогда очарованные мной и творчеством нашей группы. Не все, но значительная часть фанатов считала, что я играю, использую смерть Сайюн. Будь я на их месте, могла бы я подумать так же. Нет, мне кажется, это каким надо быть человеком, чтобы считать, что ты родного человека, типа так используешь. Еще могли бы написать, что мы убили ее. Ну бред просто какой-то. Прошло всего полгода, а я уже пытаюсь скрыть свои чувства и показать себя в роли уверенного лидера, словно ничего не случилось. Но как еще поступать? Следующая неделя убедила меня, что все худшее еще впереди. Ну никто же не знает, что внутри творится. Можно улыбаться сколько угодно на камеру, но внутри при этом очень сильно переживать и страдать и так далее. В этом и есть смысл актерского мастерства. Несколько дней спустя мы оказались на какой-то вечеринке, да? Машина медленно подъехала ко входу, неспешно открывая обзор на оживленную толпу папарацци у дверей. Совсем недавно люди встречали меня с восторгом гадая, кто скрывался под маской. Когда маски были сброшены, вокруг меня собрались охотники за скандалами и назойливые журналисты, настроенные получить больше подробностей. Девочки были встревожены, но из агентства вышла госпожа Пак в сопровождении охраны. Она открыла дверь, помогая нам выбраться из автомобиля. Я пропустила Арию и Йону вперед, чтобы последним попасть под удар. Класс. Просто сначала девочек. Алуна, прокомментируйте, как вы так быстро оправились после трагедии. Расскажите, почему вы заняли место сестры, не дав другим участницам такой возможности? С каждым моим шагом их вопросы становились все более изощренными. Но то, что я услышала последним, заставило меня застыть в выступлении. САЮН! САЮН! Один за другим они стали выкрикивать имя покойной сестры мне вслед. Луна, надо идти! Блин, что за люди? Зачем они так издеваются? Я не могла проигнорировать имя, которое ножом врезалось мне в сердце. Пришлось высказаться, конечно. Я ослабила хватку госпожи Пак, не позволив ей увести меня от людей, которые требовали незамедлительных ответов. «Простите?» Гул вокруг мгновенно стих. Йон и Ария, уже успевшие зайти в здание, наблюдали за происходящим из окна. Я пошла на отчаянный шаг и сняла очки, нарушив одно из правил агентства. «Я вас слышу. Я вас вижу. Я знаю, что вы пытаетесь донести. Вам больно от того, что вы потеряли САЮН, а я заняла ее место. Но будьте уверены, что я сделала это не ради себя, а ради нее, потому что она хотела бы этого. САЮН мечтала творить для вас, мечтала, чтобы ее музыку и голос услышал весь мир. И я сделаю все возможное, чтобы исполнить это желание. Даже скрою скорбь, что будет со мной до конца дней. Вы ее не увидите. Вы не должны нести траур со мной. Вы должны помнить». Журналисты, которые так громко и жестко пытались вытрясти ответы, мгновенно замолчали, направили на меня свои камеры и диктофоны, чтобы зафиксировать каждое слово. «Все, что я сейчас делаю не для себя. Это для вас, САЮН и моей группы. Больно осознавать, что кто-то думает иначе. Я всегда ее любила, и она останется со мной в моем сердце». Когда речь подошла к концу, непривычный гул вновь обрушился на нас с новой силой. Госпожа Пакна сильно нацепила очки на мой нос и увела в агентство. Однако теперь всех мучил другой вопрос. Было ли это сказано искренне или окажется очередным блефом? Агентство ожидало подобной реакции со стороны общественности, поэтому ограничилось в комментариях. Я, как и полагалось, айдолу должна была выдержать любую травлю и убедить фанатов в своей правоте. Как-то грустно. В заключении я указала в вашем расписании даты съемок клипа. «Танец и сюжет уже готова, госпожа Пак? Осталось только отснять материал». В голове уцарился абсолютный вакуум. Когда девочки и менеджер закончили, менеджер выпроводила Йону и Арию, чтобы поговорить со мной. «Я бы не хотела напоминать тебе, так как понимаю, что это тяжело, но не могу не спросить. Как ты? Держишься? Я постараюсь найти хоть какую-то лазейку, чтобы поубавить этот ажиотаж. Если тебе понадобится с кем-то поговорить, знай, я готова выслушать». «Теперь мне тяжело довериться даже вам, зная, что и вы скрываете какую-то тайну о Саюн. Как мне реагировать на ваши попытки помочь после того сообщения?» Я ограничилась одобрительным кивком и ушла из кабинета. По пути в репетиционный зал, когда я завернула за угол, меня остановил чей-то требовательный голос. И я чуть не столкнулась с Лином. «Лона, здравствуй, могу побеспокоить?» «Нет». «Если быстро, то конечно». Он подошел вплотную и подозрительно навис надо мной. Не стесняясь ничтожного расстояния, что осталось между нами. Перед тем, как спросить, я должен поддержать тебя, ведь когда-то вы сделали это для касса. Твое личико не заслуживает того, чтобы его изрисовывали на всех обложках и исписывали гадостями. «А, спасибо за такую странную попытку ободрить, наверное. Но давай перейдем прямо к сути». Лин выпрямился. Было заметно, насколько ему комфортнее, когда не нужно говорить то, чего он искренне не хотел. «Думаю, для тебя не секрет, что речь пойдет о Кстиэле». «В последнее время я стала замечать, что вы хорошо поладили. Нет, я не против». «Ты не против, но...» Но Кстиэль стал рассеянным. Я обеспокоен, что ваше общение может плохо повлиять на него продуктивность. «А могу я уточнить, чего ты взял, что все дело в нашем общении?» «О, ну ты понимаешь. Пока тебя не было, он казался собранней. Да, с ним случалось немало проблем, но касс хотя бы был сосредоточен на своих задачах в группе». Лин жадно прошелся по мне оценивающим взглядом, выискивая хоть какое-то подобие эмоций. Но я была непреклонна. «Лона, я так не люблю такие неприятные разговоры, но...» «Но любишь, раз ты говоришь, блин, засранец. Но если касс продолжит в том же духе, мне придется пересмотреть наши дружеские отношения, чего я совсем не хочу. Совсем не хочу. Ты ведь тоже не желаешь этого, правда? Особенно в такое время, как сейчас. Уверен, вашей группе потребуется как можно больше поддержки от других айдолов». Он нашантажирует. Ах ты, мразь, как ты смеешь. Я думала, он как Ноэ, как Ноэ Локит из «Дракула. История любви», да? «Я думала, он нам помогать будет. А этот засранец...» Пришлось натянуть улыбку. Но глаза заискрились, когда на смену терпению пришел гнев. «Я не стану прекращать общение. Я не могу контролировать его состояние. Я не понимаю, чего ты добиваешься. А я не буду прекращать общение». Пошел в жопу. «Ха-ха! Тебе будет достаточно сохранить общение с ним в общем кругу, но не личного. Доводить не стоит». Лин не смел показать слабость перед девушкой, которую считала своей конкуренткой. Если бы не ликующий смех, раздавшийся со стороны, неизвестно, чем бы закончился наш разговор. «А, кого я вижу, мои дорогие друзья. Господи, Дин как будто за нами следит. Он что, ищейка сонхва, что ли?» Он слабо хлопнул Лина по спине и, не стесняясь, закинул руку ему на плечо. И начал его душить. «Нет?» Тот выпучил глаза, не скрывая напряжения, но отступать не стал. «А чего вы тут совсем одни? Я помешал?» «Помешал?» «О, признаюсь, старался». «Лин, ты мне так срочно нужен!» Дин подтолкнул его вперед, намекая на личный разговор. И Лину ничего не оставалось, кроме как пойти за ним. Дин слегка обернулся и подмигнул с лукавой усмешкой. «А, дает мне возможность улизнуть. Удивительно». «Не теряя времени, я ускорилась в направлении зала». Блин, вообще к чему это было? Нормально, просто этот разноглазый пацанчик поугрожал нам. Совсем из ума выжил. Услышав шаги, Йона вскочала с места и побежала ко мне навстречу. Ария неспешно приблизилась и взяла меня за руку. Она выражала искреннее сожаление, не говоря ни слова. Видимо, боялась, что испортит все. Но этот страх сильнее расстраивал ее и словно сковывал цепями. Йона еще крепче прижалась ко мне, будто хотела забрать хотя бы часть той боли, что я тщетно пыталась скрыть. Никто не обмолвился ни словом, потому что знали, не поможет. Мы простояли так минут пять, пока я не почувствовала, что готова отпустить их и начать тренировку. И мы начали тренироваться. Они любили и продолжают любить ее, а не меня. Я всегда была лишь копией. Я никогда не злилась на то, что оставалась в тени. Напротив, вместе с остальными восхищалась моя Саюн. Однако я не забуду, как на мгновение они выразили свою любовь ко мне, когда я была в ее образе. Так, вспомни детали. Тогда у нас съемка Дорамы. А то мы опять непонятно в чем пребываем. Так. А, я думаю, кто это? Это мы? Саюн, ну вставай же. Ты уже давно должна быть собрана на интервью. Она уткнулась носом в подушку и что-то пробубнила, отказавшись подниматься с кровати. Луна, смирись. Я никуда не пойду. Я сама об этом объяснюсь со всеми. Но она все равно как-то отличается. Я не знаю, ребят, вы видите или нет, но они разные совсем. Нет, не объяснишься. Они не раз твердили, что не потерпят такого отношения снова. Вставай же. Саюн крепко схватилась за край одеяла, не позволяя стянуть его. По-моему, только тебе одной надо, чтобы я поехала на это интервью. Ария с Йоной даже не шелохнулись. Да потому что они на тренировке, мы дома одни. Я должна была пойти с ними, но вместо этого осталось, чтобы уговорить тебя встать с этой чертовой кровати. Саюн недовольно проворчала. Она вцепилась ногтями в матрас, мешая мне приподнять ее и усадить на кровать. Приняв поражение, я устал развела руками и села рядом с ней. Ты ведешь себя как ребенок. Объясни, почему ты передумала идти? Ты устала, хочу поспать. Нет, это не причина. Ты же понимаешь, что тебя ожидают твои фанаты. Они столько времени ждали личного интервью с тобой, а ты отнимаешь у них шанс узнать своего айдола ближе. Зачем мне идти играть на камеру, рассказывая приукрашенные истории моей счастливой жизни? Они же действительно в это поверят и будут восхвалять меня еще больше. Я не хочу всего этого. Я не заслуживаю их любви. О чем ты говоришь? Тебе никто не запрещает говорить правду. Сайюн грустно рассмеялась. Им моя правда не понравится. Я должна оставаться лучшей в их глазах. Так что можешь не тратить энергию, я все равно не встану. У меня совсем нет сил. Скажу, что заболела. Не поверят. Я вскочила с кровати, стала ходить из одного угла комнаты в другой, раздумывая, как переубедить сестру, пока не остановилась перед зеркалом, уставившись на собственное отражение. Тебе не поверят, а мне могут. Я села за стол и раскрыла косметичку Сайюн, достав ее излюбленный карандаш для глаз под водкой тени. Что ты делаешь? Если ты не хочешь идти на интервью, то я пойду под твоим именем. Луна, ты только создашь больше проблем. Я скривила рот в загадочной ухмылке и слегка понизила голос, изображая Сайюн. Ты только создаешь больше проблем. Хм, ого, а с моей непревзойденной харизмой так же получится? Уж я постараюсь. Сайюн больше не пыталась остановить меня, открыто демонстрируя свое безразличие к происходящему. Через время она приподнялась на кровати, рассматривая мой получившийся образ. С мини-туфли, шпильки не мое. Одобрительно кивнув на следующую пару обуви, она вновь закрылась, зарылась в одеяло. Тогда я прибыла на интервью с целью в первый и последний раз спасти сестру. Но внутри все сжималось от страха оказаться рассекреченной. Сайюн, осознавая возможные последствия, если обман будет раскрыт, не выдержала и приехала следом за мной. Интервьюеры, рассмотрев колоссальную схожесть во внешности, предложили нам совместные съемки. Они решили разыграть зрителей, сперва представив меня поклонником как Сайюн, но с ее выходом все встало на свои места. Фанаты остались в восторге от такого поворота и, наконец, разглядели во мне нечто большее, чем просто сестру лидера группы. Пока все не омрачилось ее уходом. А что нам не показали, как они похожи были после косметики? Время близилось к обеду, но от одного вида еды мне стало совсем дурно. И я отказалась от ланча. Оставив ее ную арию в кафе, вернулась в зал. PGK Entertainment Внезапно из-за едва при открытой двери послушался голос. Луна, можешь зайти ко мне ненадолго? Мне очень нужна помощь снарядам. Ну что, мы теперь одевать будем еще и эту дамочку? Я проскользнула в небольшое помещение, которое оказалось личной гримерной, выделенной для Мьон. Угу, понятно. О, у тебя уютно. Пришлось многим пожертвовать, чтобы убедить менеджера обставить все, как мне хотелось. Присаживайся. Я проследила за Мьон, которая ненадолго остановилась у зеркала, поправляя тушью ресницы. Глаза были покрасневшими и уставшими, будто она не спала несколько дней. Сев на край диванчика, я привела взгляд на столик, где стояли две чашки свежесваренного кофе. Ты знала, что я не откажусь помочь тебе? Яркая краска залила ее щеки, она смущенно кивнула. Сайон рассказывала, что ты фанат кофе. Я решила, что тебе будет приятно. Мьон, спасибо большое. Но если ты хочешь обсудить случившееся, то я вроде ничего такого не говорила. Мне и вправду нужна помощь с выбором наряда. Мьон сделала пару глотков кофе и вернула чашку на стол. Через несколько дней у меня состоится концерт, а я все еще не определилась с образом. И типа для этого нету никаких стилистов, да? Ну окей. Мьон подпрыгнула с дивана в сторону вешалок, на которых красовались варианты сверкающих платьев и костюмов. А в благодарность за помощь решила угостить тебя кофе. Я расслабила плечи и улыбнулась. Сайон тоже всегда спрашивала мнение о своем образе, даже несмотря на то, что смыслила в стиле побольше меня. Луна, прости. Я потом не усну, если не узнаю. Как ты? Я... Ну... Ну как сказать? Нет, я не в порядке, это сто процентов. Ну, я не очень. Я ни с кем не хотела бы это обсуждать, но и молчать нет сил. Когда в твой адрес летят обвинения, оскорбления и унижения, тяжело оставаться с холодной головой. Я могу представить. Мне жаль, что не позволяю так жестоко обращаться с тобой. Я поддержу тебя так же, как и ты когда-то поддержала меня. Мьон, не стоит. Кстати, ребят, если вы вдруг отказывали в помощь Мьон... Ой, не Мьон, господи, как ее... Да, Мьон. Не забыла, как ее зовут. Точно. Если вы когда-то отказывали в помощи Мьон в прошлых сериях, то будут ли они вот так же сидеть, болтать? Или этой сцены просто не будет? Стоит. Я сомневалась и хотела начать обсудить. Я сомневалась и хотела сначала обсудить это с тобой. Но теперь точно уверена. Ты не заслуживаешь такого отношения. Я попытаюсь убедить в этом и других. Она перемиряла кучу нарядов. О, вот и нашли нашу вишенку на торте. Но кое-чего не хватает. Я усадила ее в кресло, разворачивая лицом к себе. Прикоснулась к распущенным прядям волос и попробовала собрать их в идеальную композицию. Сайюн хорошо разбиралась в стиле, поэтому часто была ответственна за наряд группы. А я любила делать прически. Но, увы, редко могла позволить себе такое удовольствие. Отнимала слишком много времени. Но здесь потребуется совсем немного. И твой образ будет готов. Она распахнула глаза и обернулась к зеркалу, чтобы рассмотреть свое отражение. О, мне очень нравится. Ну... Странно выглядит, ну ладно. Тяжелый кашель с хрипотцой оборвал Мион на полусловие. Мион, что с горлом? На глазах Мион застыли слезы. Ай, я просто подавилась. Слишком больным показался мне кашель. Ты должна беречь свой голос. Тем более, что до концерта осталось совсем немного. Она поскорее закончила нашу непродолжительную встречу. Мы распрощались. Блин, это что такое? Сейчас ощущение было, что окно отвалится. Там какой-то шум на улице. Дальше все было как в тумане. Тренировка, вокал, репетиция. Госпожа Пак больше не упоминала скандал. Но глядя на то, как я находилась в своих мыслях, позволила нам закончить раньше положенного. Пока девочки собирали сумки, меня отвлек неожиданный телефонный звонок. Здравствуй, Илья. Привет, Луна. Догадываешься, почему звоню? Понимаю, но все в порядке. В другом конце раздался тяжелый вздох. Уж меня не стоит обманывать. Лучше скажи, ты свободна? Сейчас, в принципе, да. Мы собираемся домой. Не хочется расстраивать твою группу, но домой ты не поедешь. Я удивленно вздернула бровь, отойдя от девочек на пару шагов. В смысле? Хочешь предложить что-то? Именно такую реакцию я и хотела увидеть. Я хочу пригласить тебя на личную встречу. Куда останется в секрете? За тобой приедет машина, но лучше предупреди менеджера. Я не хочу, чтобы потом у тебя были проблемы из-за меня. Ага, а то менеджер объявит нас в розыск, как будто нас похитили. Не будут, если подъедешь к нашему дому. Возле агентства лучше не показываться. Хорошо, я передам это водителю. Потому что меня в машине не будет. Я буду ждать тебя на месте. Ну что, рискнешь? Я обернулась к девочкам, которые собрали сумки. Так, надеюсь, я не пожалею. А почему нам выбор-то не дают? Может, я не хочу никуда? Я хочу, может, поспать. Отключив телефон, я подошла к девочкам и рассказала о планах. Когда меня забирала машина, я не предполагала, что личной встрече предстояло пройти в таком необычном месте. Так, это что? Это студия йоги? Лия, мне нравится. Да. Интересно, всю дорогу от тебя ни одной весточки. Может, сейчас все объяснишь, как это понимать? Лия встретила меня у входа, откуда провела в раздевалку, где я смогла переодеться в заранее подготовленный костюм. Когда мы прошли несколько коридоров, она впустила меня в просторную студию, в которой стояла подозрительная тишина и не было ни души. Ты когда-нибудь занималась йогой? Очень давно. Моя сестра водила меня на пару занятий, но это совсем не мое. Ну, это такой же бред, как сказать, что дышать – это не то, что я люблю делать. Ну, как? Это просто то, что надо делать, и все. Если хочешь, чтобы у тебя не отваливалась спина, и если хочется, сохранять здоровье. Да, потому что когда ты больной и занимаешься йогой, там уже в обратную сторону тяжелее процессы оборачивать. Вась, ты можешь, пожалуйста, не стоять ко мне жопой? Я все понимаю, ты на экран смотришь, но подвинься. Все потому, что у тебя не было хорошего учителя? Лея, почему ты решила пригласить меня? Почему именно сюда? А ты ожидала дорогой ресторан или ночную прогулку по парку? Это оставь для своих потенциальных возлюбленных. Я пришла в твою жизнь, чтобы удивлять. Она раскрыла руки, закружившись в центре зала. Начала кружиться. Знаете, как там называются эти эзотерические кружения? Кружиться и дышать маткой. Количество поворотов зависит от того, кого ты хочешь и можешь привлекать. 72, чтобы привлечь министра и олигарха. И 108, чтобы встретиться с принцем. Она раскрыла руки, начала кружиться и сказала следовать за ней. Ха, как же она себя любит. В воздухе витал дурманящий аромат индийских благовоний, которым мгновенно пропитались волосы. Ладно, шутки в сторону. Дело в том, что я обожаю йогу. И я тоже. Я договорилась со своим менеджером, которая нашла мне небольшую студию, куда я могу приходить раз в неделю и где меня никто не будет беспокоить. А не проще заниматься дома? Я так и делаю. Но иногда хочется сменить обстановку на более атмосферную, располагающую. Хорошо, с местом разобрались. А почему решила пригласить меня? Лея упала на коврик, и я забеспокоилась, не ударилась ли она. Но она со спокойным видом похлопала по соседнему, приглашая меня присоединиться. В свое время, когда я воспринимала каждый негативный комментарий всерьез, йога стала моим спасением. Я была такой злой, обиженной, подавленной от того, что люди выискивали во мне и моих песнях изъяны. Ох, ты бы меня видела. Да, я тебе точно бы не понравилась. Я еле сдерживала себя, чтобы колко не ответить фанатам, которые выставляли свои телефоны, снимая мою реакцию на камеры. Тогда один мой знакомый посоветовал заняться йогой, уверяя, что она поможет снизить тревожность, расслабиться и, самое главное, успокоить все то, что скопилось внутри. И это помогло? Нет. Я захолпала глазами и застыла, как истукан, не понимая, зачем тогда я согласилась на эту авантюру. Не сразу. Сначала я подумала, какого черта? Трачу свое время на эти занятия, а душевное равновесие так и не приходит. Один стресс. Но мое упрямство не позволило так просто все бросить. И я пошла до конца, пока не поняла, что эти комментарии меня больше не беспокоят. Я научилась отвечать и реагировать холодно, но открыто и по фактам. Люди стали тянуться ко мне, восхищаться таким отношением к происходящему. И теперь, ощущая, как ты находишься на грани, мне хочется провести урок йоги. Она молодец, конечно, но я с ней согласна, что йога за одно занятие не помогает. Чтобы йога помогла, это нужно заниматься каждый день. Ну точно так же, как если ты хочешь жить, то тебе нужно, в принципе, пить, есть, дышать, да, спать, ну то есть все вот эти вот моменты, как бы, чтобы они были. Вот и йога то же самое. Если ты хочешь, чтобы она помогала тебе быть в балансе, нужно ей заниматься постоянно. И желательно, ну как бы, начинать до момента, когда у тебя уже нервный срыв, все плохо, и ты уже там висишь на волоске от какого-то припадка, да. То есть чем раньше, тем лучше. Ну как-то так. Лея, я чувствую себя нормально. Ты сама помнишь, что такое случалось прежде? Это ты про тот случай, когда пропала на полгода? Я не думаю, что тебе хватило одного раза, чтобы привыкнуть к травле со стороны тех, кто называл себя твоими поклонниками. И я одного не понимаю. Зачем тебе это нужно? Почему ты решила помочь мне? Лея странно ухмыльнулась и подвинулась чуть ближе. Она указала на зеркало, куда плавно переместились наши взгляды. Стоит ли мне говорить зачем, если ты сама можешь предположить? Скажи же, почему я помогаю тебе? Я изучала черты ее лица, пытаясь уловить хоть какой-то намек на возможный ответ, но тщетно. А ты... прониклась мной? Лея бросила хитрый взгляд на меня, не скрывая довольной ухмылки. Она оперлась рукой на пол, опустив голову себе на плечо. А знаешь, хоть твоя догадка и не совсем верная... А, неверная? А чего надо было ответить? Все равно в ней есть доля правды. И даже смелости. А в чем же тогда истинная причина? В моем отношении к любой травле в сторону айдолов. Для меня это равноценно преступлению. Люди будто не понимают, что вытворяют с душой человека. Но мы все видим и чувствуем. Сделай так. Лея приложила ладонь к сердцу и с долей любопытства я повторила за ней. Чувствуешь? Сильно бьется? Я мгновенно подняла глаза, вслушиваясь в бешеный ритм сердца. Вот настолько сильно ты переживаешь о том, что говорят люди. Многие смотрят на тебя, думая, что ты действительно держишься. Но сердце не обманешь. Рука неуверенно сползла вниз. Поэтому я и хочу помочь тебе, Луна. Твой случай самый жестокий из тех, что мне довелось застать. Но в нем нет и доли правды, как многие считают. Ты любила сестру и вряд ли вернулась бы в агентство по собственному желанию. Это видно даже сейчас. Хочется верить в искренность ее намерений. Что-то мы разболтались. А ну вставай, новичок. Я покажу тебе пару легких асан. А че вставай? Где приветственная Ом? Это же важная часть йоги. Лея вскочила с места, встала прямо на коврике. Согнув правую ногу в колени, она зафиксировала стопы на внутренней поверхности левого бедра. Следом соединила ладони перед грудью. Это поза дерева. Она была моей самой любимой, когда я только начинала свой путь в йоге. Да, и кстати, эта поза очень хороша, потому что она идет на заземление, то есть на силу ног, на силу баланса, на координацию. И считается, что когда ты начинаешь заниматься йогой, если по чакрам смотреть, то нижняя чакра, она нас связывает с материальностью, с нашим родом и в целом с устойчивостью жизни. И поэтому поза дерева настолько полезна, что ее хорошо бы делать каждый день. И вы спустя время заметите, что у вас координация стала лучше. Прикиньте, волшебство, магия просто. Ласка, магия черного. Сложить ладони оказалось простой задачей, но я потеряла равновесие, попытавшись выдрузить стопу одной ноги на бедро другой. Для начала встань прямо, сделай глубокий вдох и отключись от реальности. А потом повторяй за мной и выдыхай. Я неспешно следовала ее советам. Получилось. Не радуйся раньше. Не успела она договорить, как моя нога затряслась, я рухнула на пол. Ну это бред какой-то. Нет, ну если она спортивная девочка, она занимается каждый день, у нее не настолько все плохо с координацией. Времени. Ладно, давай попробуем одну из пост война. Тебе будет проще. Лея широко расставила ноги в стороны и согнула одну, а другую выпрямила. Разведя руки в стороны, гордо устремила взгляд вперед. С внутренним рвением я вновь повторила за ней. Поза война далась мне куда легче. Теперь сделай несколько глубоких вдохов и выдохов. Следуя ее четкому руководству, я понемногу стала привыкать, но моментами сбивалась, когда мыслями переносилось в другое место. Я глубоко выдохнула и попыталась отключиться от того, что меня ожидало за дверью студии. Неуклюжие падения стали реже. Завершив первое занятие, я лениво плюхнулась на коврик, уставившись в потолок. Как себя чувствуешь? Если честно, мне стало намного лучше. Говорю без лишних прикрас. Да. Смысл йоги в том, что это такой легальный кайф, когда тебе становится просто так хорошо. Так классно, так замечательно. Да, блин, короче, все. Зову на йогу всех. Тогда ты не против, если мы еще немного помедитируем? Или тебе пора? И я, конечно, хочу помедитировать. Чего упускать возможность? Ты уверена? Произошло чудо, что мы сумели состыковаться по времени, и ты смогла вырваться из агентства. Ну, у тебя точно больше нет никаких дел? Ну, Лия, успокойся, ночь уже. На сегодня нет. Наш менеджер позволил закончить раньше, чтобы мы пришли в чувства. Ну, ладно. Тогда я спокойно подведу тебя к самому сладкому в этом вечере. Готова к медитации? На самом деле, я даже не понимаю, как правильно медитировать. Что это такое? Что нужно делать? На чем фокусироваться? Прежде чем начать, Лия встала на колени позади меня. Ее руки плавно лекли на мои плечи, массируя болевые точки. Я жалобно простонала. Небольшое пояснение. Медитация помогает снизить уровень стресса и расслабит не только твое тело, но и душу. Перед тем, как приступить к ней, ты должна прочувствовать все свои напряженные места. Я указала тебе на два из них, остальные придется найти самой. Итак, теперь нам нужно принять позу лотоса. Лия немного приподнялась, чтобы согнуть ноги и раздвинуть колени по разным сторонам. Скрестила между собой стопы. Она изящно выпрямила спину и опустила голову, прижимая подбородок к шее. Руки свободно положила на колени, ладонями к потолку, после чего соединила кончики пальцев в одной точке. Гьян мудро называется. Теперь надо закрыть глаза и сделать несколько глубоких вдохов. Ты должна сосредоточиться на дыхании и ощущениях, когда делаешь вдох и выдох. Как на пленке, перед тобой всплывут разные образы и мысли. Прими их, а затем отпусти. Не фокусируйся на них, не думай, не размышляй, просто переходи к следующим. Знаешь, как во время какого-то праздника, как мы встречаем гостей, встретили, поклонились и разошлись, и по новой. Сколько времени так делать? В твоем случае хотя бы пять минут. А у тебя сколько получается? Минимум тридцать. Ого, совсем неподвижно. Верно. Я перес... Слушайте, она крутой йог. Она реально молодец. Мало кто из йогов даже может тридцать минут просидеть неподвижно. Это же просто, ребят, статические упражнения очень крутые для нервной системы. Серьезно. Я перестала мучить ее расспросами и позволила себе расслабиться. Прикрыв глаза, попыталась сконцентрироваться на собственном дыхании. Лея оказалась права, мысли непроизвольно лезли в голову, одурманивая разум. Среди них не было чего-то доброго. Так, почти закончилась серия. Среди них не было чего-то доброго, окрыляющего, лишь сплошной негатив. Комментарии людей, скандалы. Я попыталась прислушаться к Ле и отпустить их, но они не шли поочередно, как гости на праздники. Они безумным потоком окружили меня, сдавливая с разных сторон. Я была напугана, чувствуешь, что даже собственное подсознание не поддавалось контролю. Ну, это нормально. В первые разы вообще сидишь, думаешь, блин, так, что бы приготовить, так, что надеть вообще, кто что сказал. Постоянно в голову лезут какие-то мысли. Ну, ничего страшного, потом легче становится. Ощутив непривычную власть над разумом и телом, я выстроила мысли в ряд, неспешно принимая каждую из них и отпуская. Шаг за шагом я внимала своему внутреннему голосу. Не сдержав улыбки от первого успеха, я невольно распахнула глаза, не дождавшись из течения пяти минут. Мгновенно закрыв их, перенестись обратно, увы, не вышло. Мне стало одиноко. Приоткрыв один глаз, я взглянула в сторону Лии, не меняя положение. Ой, как красиво, ребята, какая красота. Она искусно контролировала равномерное дыхание, погрузившись в чертоги разума. Хоть у меня и не вышло просидеть пять минут, я все равно довольна результатом. Несколько часов назад никто бы не мог убедить меня, что йога и медитация помогут с навалившимися проблемами. Но только не Лия. Она не побоялась вытянуть меня из мрака, убедив, что даже простые вещи способны отвлечь от депрессивных раздумий. Я одним глазом окинула ее строгую позу и загнутую поясницу. ой, как красиво. Ну, ребят, слушайте, если бы йога была бесполезна, то люди бы многие, многие годы, просто десятки лет не практиковали бы это, правильно? Зачем делать то, что не работает? И вообще, в СССР, к слову, йога была популярна, насколько мне рассказывали. Пряди волос не спадали на ее тоненькие, но крепкие плечи. Лия следила за собой и могла похвастаться стройной, подтянутой фигурой. Она понимала, что красива и умело пользовалась этим фактом. Со стороны она могла показаться хрупкой девушкой, но, узнав ее получше, я сделала вывод, что она любому дала бы отпор. Взгляд непроизвольно опустился ниже к ее длинным, слегка вздрагивающим пальцам. Каждый последующий вдох сопровождался слабо вздымающейся грудью. На шее появилась мелкая спарина, переходящая на впадину к ключицы. Перед глазами промелькнуло недавнее воспоминание, как ей без труда удавалось чувствовать собственное тело и сохранять равновесие даже на самых сложных асанах. А я, пытаясь принять самую простую позу, с неприкрытым удовольствием наблюдала за ней, мысленно желая приблизиться к такому совершенству. Внезапно уголки ее губ приподнялись. Не вы что подглядываешь за мной? Так, я не пойму, у меня салют за окном или что там за... Я? А? Я просто сбилась и решила проверить, как у тебя дела. Как ты поняла, что я смотрю? А как же такое не почувствовать? И что скажешь? У тебя получилось состыковать все мысли? Хоть я избилась, но поняла суть. Только это требует значительной концентрации, а у меня с ней проблемы. Несмотря ни на что, мне и правда стало легче. Магия какая-то. Не магия, а всего лишь йога. Лея привстала с коврикой и широко развела руки. Я вопросительно покосилась на нее. После совместной йоги и медитации всегда надо обнимать друг друга и благодарить за помощь. Серьезно? С сегодняшнего дня да. Тем более, через несколько дней я улетаю на концерт и неизвестно, когда мы вновь встретимся. Я смущенно улыбнулась, но не стала отказывать Леи в крепких объятиях. И Лея разглядела тоже что-то особенное в нас. Отлично. Мало кто мог предположить, что скрывалась за ее внешностью и какова она на самом деле. Но одно я знала точно. Лея бескорыстно предложила свою помощь. Она сумела отвлечь и успокоить меня, когда это казалось невозможным. В тот момент я подумала, что никто другой не смог бы справиться с такой задачей лучше. Я сцепила руки за ее спиной, пока она обвила свои вокруг мои талии. Волосы Леи еще несли сладкий аромат благовоний. Я прикрыла глаза, позволив телу расслабиться и покрыться мурашками от объятий, которых мне не хватало в последнее время. Я знала, что словами мало поможешь, по крайней мере, когда ты на пределе. Хоть нам и не удалось поговорить, мы провели это время более чем достойно. Возможно, у нас получится еще поговорить и даже подружиться. О, чтобы назвать человека другом, понадобится немало времени. Если ты доверишься мне, то я научу тебя справляться со сложными ситуациями. А там, кто его знает. Для нее очень важно доверие, но как я могу пойти на такое, учитывая, что она моя потенциальная соперница? Я обдумаю твое предложение. Лея отстранилась и предложила провести меня в раздевалку. Кстати, я бы посоветовала тебе принять душ дома. Почему? Говорят, что после йоги лучше не делать этого первые 30-40 минут. Ну, узнаешь, чтобы сохранился эффект от практик. Кстати, да, да, ну, это считается энергетически не нужно после йоги мыться. Интересно, да? Типа, нужно перед йогой помыться, желательно прохладной водой, ну, или холодной. А после йоги не мыться какое-то время. Довольно странно, но ладно. Ну, вот так, что делать. Лея не постеснялась и приняла стягивать себя одежду. Я открыла шкафчик, чтобы вытащить свои вещи, но дверь предательски перекрывала весь вид. Я не поняла, мы будем подглядывать за ней, что ли? Периферийным зрением я невольно уловила, как она аккуратно складывала топик колосины, оставшись только в нижнем белье. Она грациозно прошла вдоль шкафчиков прямиком к зеркалу, чтобы поправить макияж. Подушечками пальцев Лея провела по контуру губ, стирая границы карандаша. Свободные от гребня волосы волной распустились и прилипли к ее влажной пояснице. Она вернулась и неспешно стала натягивать брюки. Мой взгляд проскользил от щиколоток до бедра, где на мгновение застыль, застыль, разглядывая совсем свежий синяк. Ой, все-таки ударилась, когда упала на коврик. Я не поняла, она пьяная, что ли? Как она могла упасть на коврик? Она не легла, она именно упала на него? Это как-то, не знаю, странно. Лея неожиданно обернулась ко мне, а я испуганно уставила шкаф. Мои щеки покрылись румянцем. Если и заметила, Лея не стала ставить меня в неловкое положение и промолчала. По телу пробежала дрожь от того, как сильно било сердце при всем моем внешнем спокойствии. Так. Отсыпав что-то в руку, Лея быстро приняла это, запив водой. Так, так. Она обернулась, но я быстро уставилась в пол, сделав вид, что ничего не заметила. Я четливо видела, как она держала какие-то таблетки. Может, Лея просто чем-то болеет? Ну, зачем скрывать это? Ну, а что она должна сказать? Типа, смотри, сейчас я выпью вот это, вот это, вот это. Угу. Понятно? Очень интересно. Я осторожно приподняла голову, успев уловить ее усталый, обреченный взгляд в зеркале. Она скрыла его за привычной улыбкой. Спасибо. И тут конец серии. Блин, вообще ничего не понятно, но окей, договорились. Так, ну что, мы идем по пути принципов, да, с популярностью у нас все отлично, все замечательно. Ребята, у меня один вопрос, один вопрос. Я так не определилась с этими персонажами, Джины Туёна вообще не было в этой серии. Он вообще у нас будет или нет? Если мы выберем Джина Туёна, у меня большой вопрос, а он вообще будет присутствовать в истории? Или он, типа, залетная птица? У нас же был с ним выбор платный. То есть, алмазы мы на него тратили. Так, почему его в серии нет? Он так и будет появляться один раз там в две серии? Ну, это как-то странно. Если Кастейли, Сунхва постоянно под боком, то этот чувак какой-то странный. И Лия тоже. Не, ну Лию-то мы не рассматриваем как фаворитку. Думаю, с кем лучше ветку вести. Ну что ж, вот такая нелегкая жизнь кейпоп-артистов. Я надеюсь, вы это поняли, сделали для себя выводы, пожалели педняжек, поняли, какая у вас классная свободная жизнь, да, или наоборот, захотели себе такую, чтобы прям быть с утра до ночи язык на плечо, заняты, зато с успехом, с бабосиками и с кучей критики вокруг. Ну что ж, я надеюсь, вам понравилось видео. Если так, то ставьте лапку наверх и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok